Здравствуйте! В эфире итоги недели по версии журналистов 10 канала. С вами Татьяна Бебинова. Смотрите в центре внимания на этой неделе. Жаркие споры о горячей воде. Кто виноват в том, что отопительный сезон начинается как никогда тяжело? Когда закопают разрытые коммуникации и почему за все это заплатим мы с вами? Детали конфликта мэрии, тепловиков и управляющих компаний в центре внимания. Пожар, которого не было и елки, которых не стало. Небольшой клочок земли в центре Саранска дважды за неделю попал в главные новости. Мы узнали, связаны ли между собой возгорания в Доме Советов и большой распил на Советской площади. Вырос после выборов. Владимир Волков укрепил позиции в рейтинге губернаторского влияния. Что это значит, как это произошло и на что повлияет? Разбираемся в тонкостях федеральной политики. Мертвые молчат. В Чуфарове перезахоронили жертв сталинских репрессий. Среди расстрелянных поисковики нашли младенца. Кто приговорил годовалого врага народа к высшем мере? И почему даже сегодня мы не знаем всех преступлений палачей из НКВД? Настоящие герои на базе Дубровлага прошли испытания на право носить краповый берет. Бег спущащу леса с серьезными препятствиями. И бои до первой крови. В конце выпуска. До сих пор в Саранске есть дома, где люди так и не дождались отопления. Пока их спасала только рекордно высокая температура на улице. Но погода портится, холодает. А вот отношения муниципалитета и тепловиков сейчас даже холодными не назовешь. Между ними уже который год не тает лед. Мэрия и городские управляющие компании справедливо упрекают ресурсоснабжающие организации в том, что те не готовы к отопительному сезону. В этом году проблема проявилась как никогда ярко. Тепловики ставят в упрек большие долги еще за прошлые услуги. И во всех бедах обвиняют коммунальщиков, что это они не могут нормально принять тепло в дома. На неделе энергетики строили пресс-конференцию. И в отличие от многих других журналистов на 10 канале, это не рекламный материал за деньги. Вся правда о тепле, которого нет. У Людмилы Кусеровой. Пенсионерка из Саранска Анна Бурнаева жалуется на холод дома. Им тепло отказались давать вообще. Причина в бумагах, но факт. Люди мерзнут и никто им помочь ничем не хочет. Запасайтесь электроприборами. Я говорю, ну ладно, электроприборами. Я у себя в комнате. Ну как-то. А у нас еще вот здесь. У нас общий коридор, у нас туалет. Там что, и не будет? Вот они бегают. Как им? Нет, мы ничем не можем помочь. Типичная в этом году ситуация. Официально отопительный сезон в Саранске стартовал 29 сентября. Сначала по графику батарей должны были потеплеть в центре, потом на Химаше, потом на свет этих строя и юго-западе. Но жарче всего было на утренних планерках, продрогшей от мороженных ночей мэрии. Там градоначальник отчитывал тепловиков за то, что из-за них все пошло не по плану. Аварийные разрытия, холодные стояки в результате пострадали все. И горожане, и чиновники. Работники теплотранса ссылаются на то, что не хватает там средств, не хватает людей, не хватает времени. Вот такая сложилась ситуация. Здесь вот трудно описать. Хотя люди работают, они, так сказать, откликаются. Мы им пишем о предписании и страфуем. Вот буквально на прошлой административной комиссии был привлечен к административной ответственности старший мастер по пролетарскому району. И штрафные санкции наложены в размере 15 тысяч рублей. Это интервью с начальником административно-технической инспекции мы писали в начале недели. В кабинете чиновника было настолько холодно, что он работал в куртке. Так потребовал мэр Саранска. Пустить тепло в кабинеты муниципалитета в последнюю очередь. К тому моменту отопительный сезон в Саранске продолжался уже полторы недели. И не все еще было в порядке. Теоретически самый теплый район города ТЭЦ-2 замерзал наравне с мэрией. И только у них было преимущество. Они могли обогревать свои квартиры газом из-за аварийного разрытия о теплых батареях. Здесь могли только мечтать. В школе нигде. Нет, у нас вообще на ТЭЦ нет топления нигде. Вообще ни в школе, ни в садике нигде. Мы-то хоть, ладно, взрослые, оденемся, а ребенка он, он сымает все с себя. Школы, детские сады и больницы в этом году тоже не запустили, как раньше в первую очередь. И ведь это социальные объекты. Учебным заведениям из-за холода пришлось даже отменять или сокращать занятия. Такого теплового коллапса еще не было. А теплосети молчали, словно набрали в рот воды, которая должна была уже давно обогреть жителей Саранска. Но случилось чудо. После случившегося главная в Мордовии энергетическая компания собрала пресс-конференцию и начала ее так. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что могу сказать? Подготовка к отопительному сезону прошла в штатном режиме в городе Саранске. Проведен большой объем работ практически на сегодняшний день. Уже все перекладки трубопроводов в нашем городе закончены, сетевых трубопроводов, я имею в виду. Сейчас заканчиваем благоустройство и устраняем некоторые неполадки на наших внутриквартальных сетях. Получается, зря все паниковали и мерзли. Оказывается, у них был какой-то план, и они его придерживались. А то, что у них не все сразу получилось, так это виноваты долги. Почти миллиард рублей недоплатили энергетикам горожане, управляющие компании, да и сам муниципалитет. Так что все могло бы быть гораздо хуже. А вот почему мучились ответственные плательщики, здесь объяснили вполне традиционно. Всем все показалось. На самом деле холод наступил стремительно, да? Прогноз погоды нам говорил, что до 15 октября будет теплая погода. Сама же администрация в лице руководителя. Мы раньше 15 октября не включимся, читали, наверное. И здесь и дома, так как Александр Алексеевич сказал, не были заполнены своевременно теплоносителем. И поэтому у нас пуск тепла, он, можно сказать, был экстренным. Акты готовности, проверьте, Ульяна Анатольевна все лежат по домам на столе, они подписаны. Акты готовности, пуска тепла. Если, так сказать, встать в позу со стороны закона, то мы вообще могли не включать тепло. Потому что один из пунктов пуска тепла, отсутствие дебиторской задолженности. Это все, закон. Не мной придумано, не Альяна Анатольевна. И все его знают прекрасно. Это во всех городах такая вещь. Мы пошли, так сказать, на этот шаг, что с нарушением закона пустили. Алексей Суслов не выдержал напряжения и ушел. Сказал, что нужно пообщаться с пензенскими коллегами. Там в прошлом году был тепловой коллапс. А вот то, что в Саранске, судя по ситуации, может произойти нечто подобное, пока никого не волнует. Точно, как в пословице про гром и мужика. Тем временем Елена Чайка самозабвенно рассказывала о еще одном новшестве. За отопление горожане теперь будут платить сразу тепловикам. Договоры с управляющими компаниями расторгнуты, а публичные на каждого квартиросъемщика уже заключены. Это сделано для того, объясняют энергетики, чтобы не давать деньги ЖЭКам. Потому что они где-то теряют. Небаланс у нас достигает ежемесячно, чтобы вы понимали, где-то порядка 7-8 миллионов рублей. Это та сумма, которая генерируется, генерируется, и которая на данный исторический момент в структуре задолженности составляет порядка 150 миллионов рублей. То есть огромный долг. Его как-то надо оплачивать. Но мы понимаем, что администрация города помогает управляющим компаниям, но она же не бесконечно должна эти деньги платить. Это же надо работать, чтобы его как-то сократить, снизить. У Октябрьской ГУК. Долг перед тепловиками почти 200 миллионов рублей. И надо найти эти деньги быстро, иначе будет суд. А что дальше, неизвестно. То есть напрямую через КСБанк, через СРЦ, все денежные средства уходили вплоть до копейки. И ни одну копейку, ни одну рубль не взяли на текущие дела. Но, еще раз говорю, дай им 100%. Если Иванов не заплатил, значит за Иванова должен платить управляющая компания. У них такой подход. Бизнес? Бизнес, частники, бизнес, прибыль. А остальные как-то не понимают, остальных не понимают. Если теперь теплотранс сам будет брать деньги, то и с должниками за отопление будет бороться лично, объясняют здесь. Только как? Технически отключить батарей в отдельной квартире не получится. Ограничить доступ к горячей воде тоже ненадежная затея. Опять остается путь через суд. В ближайшее время служители Фемиды, очевидно, будут чувствовать их тепло. Они сами не готовы. Сократили людей, специалистов. Если раньше несколько мастеров, начальник района было, а сейчас абсолютно, то есть они не справляются. И почему график, недельный график составили по пуску тепла, это никогда такого не было. Мы пускали тепло по району за три дня. За три дня и практически все стояки у нас отапливались. А сейчас они протянули время, обвиняя кого-то, но не себя. Пока тепловики оправдываются в городе, остаются десятки аварийных разрытий. Что будет зимой, никто не знает. Остается только надеяться, что прожилогодняя Пенденская тепловая катастрофа. В Саранске не повторится, иначе искать виноватых будут уже другие структуры. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев и Павел Талабаев. Программа «В центре внимания». В ночь на вторник в Саранске загорелся Дом Советов. И это был пожар, о котором не принято говорить. Коллеги из подконтрольных властям СМИ изо всех сил делали акцент на архитектурной ценности здания и незначительности повреждений. В Доме Советов располагается несколько важных государственных учреждений. В первую очередь это госсобрание Мордовии, высший в регионе орган законодательной власти. Правда, во вторник там все словно умерли. Комментариев относительно причин пожара и причиненного ущерба не последовало. Также в Доме Советов несколько помещений занимают Мордовский центр сберком и Госкомитет по торгам и ценовой политике. Известно, что тлеть начала розетка в серверной на третьем этаже. На 0-1 дежурный по зданию позвонил в четвертом часу ночи. Наши коллеги из программы происшествия при помощи камер системы «Безопасный город» проследили путь пожарных от базы до Дома Советов. Приехали быстро. Несколько машин, но тушить оказалось по большому счету нечего. Как такового открытого горения не было. Все только тлело и дымилось. Сложности все же нашлись. Пожарным пришлось ломать деревянные полы и вскрывать полые стены. На следующий день наш оператор снял эти интересные кадры. Из Дома Советов вывозили некие документы в большом количестве. Утром, как пишут известия Мордовии, из здания увезли также пострадавшую технику. Официальных данных, кому она принадлежит, нет. Электроникой активно пользуются и в госсобрании в центре сберкома. И мы можем только предполагать, имеет ли вывезенное железо в отношении к пожару и к происшедшим в сентябре выборам. Небольшой участок земли в самом центре Саранска за неделю дважды оказывался в главных новостях. Там больше нет голубых елей, которые вместе с Домом Советов были символом мордовской столицы. Деревья срубили, потому что из красавиц елки превратились в чудовищ. Они сильно пострадали во время засухи 2010 года. И все это время тихо умирали. С 2010 года у нас ели, которые произрастают на этом месте, стали массово гибнуть. Это, конечно, связано с засухой 2010 года. Ну и, соответственно, чтобы принять решение о массовой вырубке и удалении этого сухоостой, сначала был сделан анализ почвы и хвои. В результате чего мы боялись, конечно, что будут вредители болезни. Слава Богу, вредителей болезней нет. Просто это факторы 2010 года и истощение грунта. Штатные конспирологи, конечно, связали эти два события воедино, приправив теории о предполагаемом на месте елочек и Дома Советов в строительстве суперэлитного жилья, в котором квартиры будут стоить как большой магистральный самолет. И эти версии даже могли быть жизнеспособными, если не одна деталь. Уже в пятницу на месте старых деревьев городские власти начали высаживать новый сквер. Злые языки постромлены. Экологи довольны. Владимир Болков вошел в группу губернаторов с очень сильным влиянием. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на рейтинг Агентства политических и экономических коммуникаций. По итогам сентября глава занял 19-ю позицию. За прошлый месяц он укрепился на два пункта. Как отмечается в исследовании, главным трендом месяца становится укрепление позиций вновь избранных глав регионов, победивших на выборах в сентябре. Также на усиление сыграла встреча Владимира Волкова с Владимиром Путиным в конце августа. Отмечу, что количество бесед с главой государства в среде высших чиновников воспринимается как показатель статуса и политической выживаемости руководителя региона. У Владимира Волкова в этом году были уже две личные встречи. В ту же копилку уходит и совещание президента с избранными в сентябре руководителями. Мордовия хорошо отрабатывает направление федеральной повестки. Так, в сельском хозяйстве регион отчитался о рекордном урожае даже раньше, чем аналогичные подсчеты завершил Минсельхоз России. Возвращаясь к рейтингу влияния, напомню, что его лидером остается мэр Москвы Сергей Собянин, вторую строчку, как и месяцем ранее, занимает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. На третьем месте укрепляется губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В Чуфарове, это Рамадановский район, перезахоронили останки жертв сталинских репрессий. От истории, которые рассказали поисковики, становится жутко. Несколько фактов. Среди расстрелянных был младенец. Его тоже объявили врагом народа. Тела убитых просто сбросили во враг, а через десяток-другой лет, поверх человеческих останков, выкинули туши павшего скота. Все это эхо большого сталинского террора, когда к высшей мере приговаривали за косой взгляд и неправильно сказанное слово. Время, когда доносительство едва не стало российской национальной идеей. Преступления сотрудников НКВД в большинстве своем до конца не раскрыты, и даже не ко всем архивам сегодня есть доступ у простых смертных. Эта земля скрывает много тайн. О молчании мертвых голосами живых. Репортаж Юлии Парановой. В 30-е годы на этом участке, в двух километрах от Чуфаровского монастыря, находился полигон НКВД. Согласно приказу, утвержденному Политбюро, ЦК, ВК, ПБ, чекисты обязаны были обеспечить строгую секретность расстрелов и мест захоронений. Поэтому и устроили тут колхозный скотомогильник. О том, по каким мишеням здесь стреляли оперативники, местные жители и не догадывались. Те, кто знал, предпочитали молчать. Вот практически за этим рядом крестов находились конские кладбища. Они, значит, останки коней, туши их, ну, скелеты их, лежали поверх останков человеческих. И все это дело доставалось. Ну, вот, мне уж особенно один запомнилось, одно местечко запомнилось. Человек лежит вот в таком состоянии, голова здесь, ножки вверху, где-то градус по 35-40 примерно. А рядом находятся лошадиные морды. Всех пострадавших от революционной борьбы с врагами народа мордовская епархия решила поднять и перезахоронить. Первую экспедицию на поле скорби поисковики провели еще в 2008-м. Тогда им пришлось буквально поверить в народную молву. Сначала проверяли все овраги неподалеку от монастыря, ничего не нашли. Но работу продолжили и случайно вышли на это место. На том месте был скотомогильник. Там лошадиные, коровьи, кости валялись прямо на поверхности. Вот, и мы разгребали эти кости животных, и потом пробивали шурфы, били шурфы. И в каждом шурфе находили человеческие останки. Делали тогда, наверное, шурфов 30 в разных местах. Пытались нащупать площадь какая. Вот, и практически везде, наверное, на всей этой территории были останки. Обычно по личным вещам расстрелянных поисковики могут сделать вывод, кто лежит в братской могиле. Пуговицы от мундира, обрывки ремней, обуви или клочки документов помогают хоть немного приоткрыть завесу тайны. Но здесь понять, кто есть кто, невозможно. Перед расстрелом мордовские комиссары заботливо раздевали людей и гнали на убой полуобнаженными. На всем поле случайно нашлось лишь шесть пуговичек. В одном месте, где-то в серединной части, 16 человек друг на дружке лежали. Просто так, свал какой-то там был. Прадед Рафаэля Глямшина и Марата Салихова обычный деревенский кузнец Мустафа Армединов. Он успел закончить кузнечные курсы прямо перед Первой мировой войной. Правнуки до сих пор бережно хранят его свидетельства с отметками. По доносу односельчанина, он вдруг стал врагом народа. Для советского правосудия этого оказалось достаточно. Вот сколько мы искали, искали, расстреляли предварительно, вот в Чуфарове все. Потомки казненного кузнеца уверены, их прадед лежит в этой братской могиле. У меня отец как раз в 88-м году смотрел эти материалы перед реабилитацией. Там никаких доказательств, ничего. Есть донос, он ни в чем не сознался, никаких там, собственно, следственных действий никаких не было. Все через некоторое время расстрел. Где за что пострадал? Это реально этот ответ. Это за зависть соседей, которым не нравилось, что он жил лучше, чем они. И доносы на него писали много раз. Но дело в том, что постоянно были открытые процессы. Он там выступал, и все его знали, все село его знало. И главное, что на кузнеце, то он работал один, никаких помощников у него не было. И все понимают, что все, что он заработал, он заработал своими руками. И поэтому никогда открытые процессы, ну, всегда он выигрывал и оставался как бы на свободе. Судя по всему, людей сбрасывали в яму, как мусор. Тогда было сделано все, чтобы о них поскорее забыли. Словно и не было. Тысяч мужчин, женщин и детей. Нашли младенца, вот на нижней челюсти сохраненную, и там зубки беленькие пробились, вот четыре зубка, но еще не вылезли. Ну, мы считаем, где-то там от семи до девяти месяцев. Вот мы его погребение совершили вот отдельно, рядом с храмом. Уверенно назвать причину смерти малыша никто не берется. Вполне возможно, ребенок был расстрелян. Как тела детей оказались вместе с казненными политзаключенными, теперь можно только гадать. Однако есть документы о том, что органы могли расстреливать детей, начиная с 12-летнего возраста. Речь шла об уничтожении семей, высокопоставленных лиц, врагов народа. В чем пагубность этой системы была? Хотя многие сейчас ее оправдывают и говорят, там стали эффективными менеджерами и так далее. Дело в том, что вот эта система, она поощряла в людях самые отвратительные качества. В приказе НКВД за номером 447 устанавливалась разнарядка по отдельным областям на уничтожение и заключение в лагеря. Так в Мордовии на первом этапе репрессии лимит арестованных должен был составить 4,5 тысячи человек. Из них тысячу должны были приговорить к высшей мере наказания. Перевыполнение плана поощрялось. В двух шагах от городской администрации Саранска стоит это неприметное здание. Когда-то оно было двухэтажным. При царе Николаю II это была городская тюрьма. И места здесь хватало всем. Несмотря на то, что в учебниках советских царский режим был свирепым и кровавым. Однако же себя советский режим свирепым и кровавым именовать совершенно отказывался. Ведь ему явно не хватало для заключенных этого небольшого здания. Врагов народа приходилось вывозить за пределы Саранска тысячами. Только в Чуфаровском монастыре, по слухам, их было больше трех тысяч человек. В маленькой республике в день иногда расстреливали по 200 человек. Их имена с трудом, но можно отыскать в расстрельных списках. Однако фамилии палачей до сих пор засекречены. Мы спрашиваем священнослужителей. Вдруг в этой братской могиле рядом лежат жертва и злодей. Мы сделали дело нашей обязанности, а судить мы не будем. А там Господь управит все. Юлия Пурнова, Павел Толобаев. Программа «В центре внимания». В пятницу на базе Мордовского управления Федеральной службы исполнения наказаний прошли очередные испытания на право носить краповый берет. Это высшая форма отличия среди сотрудников силовых ведомств. Пройти испытания всем участникам невозможно. По статистике до второго и третьего испытаний доходят только 20-30% принимающих участие. Как все было в этот раз, мы покажем вам первыми. Репортаж Павла Степаненко прямо сейчас. Здесь нет случайных людей. Это все бойцы подразделений специального назначения, что само по себе уже значит много. Но для того, чтобы носить краповый берет, этого мало. Символ высшего профессионального мастерства спецназовца нужно заслужить потом и кровью. На седьмые всероссийские испытания на право ношения крапового берета в Мордовию приехали 75 человек из 40 регионов нашей страны. Предварительный отбор прошли 44 бойца. После короткого напутствия прямо отсюда стартует марш-бросок. Домой бегом марш! Дорогу, дорогу, дорогу! Дорогу, дорогу! Некоторое время мы стараемся не отставать от претендентов. Однако неподготовленному человеку даже просто бежать по лесу в таком темпе тяжело. Марш-бросок это не просто бег по пересеченной местности. Это выполнение специальных заданий. Сейчас идет переноска раненого. Новые вводные появляются чуть ли не каждые 100 метров. То засада на пути, то газовая атака, то водная преграда. Мы едва успеваем перевести дух, бойцы же отдыхают в процессе отжиманий. Это не только физически очень тяжело, это тяжело и психологически. Инструкторы нагнетают обстановку, плюс еще постоянные выстрелы и взрывы. Рядом все время находится кто-то из своих. Товарищи, которые уже носят краповый берет, стараются поддержать, потому что знают, как нелегко он достается. Ничего не меняется. Чтобы завоевать ношение правого крапового берета, надо попотеть. Сами сегодня бежите. Ради чего? Вроде же у вас уже краповый берет. У меня бойцы бегут. Я их поддерживаю, подсказываю. Моральная поддержка? Моральная поддержка. Детей тоже вокруг немало. Кто бежит, но большинство просто смотрит. И смотрит, надо сказать, с восхищением. Как звать тебя? Говори быстро. Андрей. Андрей, сам так побежишь когда-нибудь, когда вырастешь? Да. Что сегодня видел уже? Отжимания, как они друг на друге там бежали, как через реку проходили. Не страшно самому когда-нибудь вот так? Нет. Не страшно? Не боишься? Нет. У тебя кто-нибудь служит? Да. Кто? Папа. Папа, где он? Вон. Вот, круто. А марш-бросок все не кончается. 12 километров и по хорошей-то дороге пробежать задача не из простых. А тут чуть ли не половину дистанции приходится ползти то по грязи, то по песку. Зубоко, бензин кончается. Да, бензин кончается. Некоторые претенденты сходят с дистанции, по техническим причинам некоторые просто не выдерживают. Но все обещают вернуться. Ребята, вы сошли? Сошел, да. На следующий год будешь пробовать? Конечно буду. Что сегодня для себя вынес? Противогаз надо держать. Всегда. Из-за чего сошел? Из-за противогаза? Да, стекла замазались в грязь, в преодолении болота. И дышает, дышит, а видеть ничего не вижу. Слепую пробежал 10 метров и дальше живут на ощупь. Понятно. Из-за этого я сошел. Как зовут? Андрей. Откуда? Псков. Не выдержал еще. Не видел? Ага. Песок убил. Нормально все. Мы не сдаемся никогда. На следующий год пойдешь? Обязательно. Выводы какие для себя сделают? Тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Спасибо. Ну как зовут? Сергей зовут. Ставрополь. Ставрополь Сила. Те, кто решил искупаться в прохладной Октябрьской воде, тоже уже никуда не торопятся. Их товарищи, которые продолжают битву с самим собой, преодолевают водную преграду в куда более быстром темпе. Даже беглого взгляда на отряд претендентов достаточно, чтобы понять, их уже далеко не 44. Бежим. Сейчас они мимо нас пробежали. Я сосчитал, бегут, пока человек 13, может быть, меньше. Пробежав 12 километров, спецназ сходу вступает в бой. Его имитирует в прохождении специальной штурмовой полосы препятствий. Здесь важна командная работа. Некоторые участки в одиночку преодолеть просто невозможно. Помогай! Что ты встал? Помогай ему! Десять! Десять! Если ты даже и прошел полосу, это значит, что можно отдыхать. Следует команда упорно. Десять! 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 Одно с ног, раз! Полоса препятствий позади. Ее спецназовцы проходят без потерь. Потери будут на следующем этапе. Мы все видели, что происходило с ребятами и с их оружием по пути. Теперь одно из главных испытаний оружия должно выстрелить. Добей, добей! Другой, добей! Все, стоп! Стоп! Не лезь, не лезь! Раз! Еще раз! Две! Все, стоп! Сказать, что это обидно, не сказать ничего. Оружие не боеспособно, а значит строй придется покинуть. Добей! Добей! Раз! Чернобайев! Шаг вперед! Добей! Добей! Раз! Два! Три! Добей! Добей! Сиди! Сиди! Нажимай! Все, все, руку брал. Нажимай пусковой. Пусковой нажимай. Номер! Номер! Все, он не ушел. Все, там песок. На этом этапе сошли два человека. Еще несколько во время штурма высотного здания. Его нужно выполнить на время. Стоп! Стоп! Все, работай, 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 работай. С высотного здания осталось спуститься нескольким бойцам. После этого мы все едем на стрельбище. Но это мы едем. Кандидаты на получение крапового берета бегут. Отстреляться уставшие бойцы должны на оценку не ниже хорошо. Но некоторые даже в этом состоянии стреляют настолько профессионально, что вызывают у коллег нецензурное восхищение. Готов, стрелок? Решили. Готов. Внимание! Дальше боевая акробатика и комплекс специальных упражнений. После этого построение перед финальным испытанием. Ульяцов. Зачет. Семайкин. Зачет. Аппио. Зачет. Готовься к боевым. Итак, следующий, заключительный этап рукопашной схватки в течение 12 минут. Если у кого-то из претендентов на этом этапе еще сохранились силы, то теперь самое время их выложить без остатка. Найти в себе скрытые внутренние резервы и заручиться поддержкой высших сил. 12 минут рукопашной схватки между собой и со свежими, полными сил обладателями крапового берета, которые к тому же еще и меняются. Осталось меньше минуты спарринга. Напряжение достигло предела. То, что творится на ринге, описать словами невозможно, поэтому смотрите. Пройдя через все испытания, никто не верит, что ему это удалось. Поздравляем, есть слова или один чувство? Пока нету, но я очень рад, что смог. Нет слов, не верю еще пока, что выстоял все. Рад, что прошел этот поединок. Эти испытания для меня-то уже не впервые. Вот, очень доволен. Рад, что смог выстоять все эти испытания. Вы из Мордовии же? Да, из Мордовии. Трудно было? Очень трудно. А сейчас ощущения какие? Пока не понял еще какие. С вами сегодня ваш родственник здесь? Да, жена. Дочки, дочки, да. Вот они? Да, да, да. Круто. У них пока еще нет беретов, но фактически они уже стали частью братства краповиков. За все время чеченской кампании в плену у террористов не было ни одного обладателя крапового берета. Ни один человек не попал. Спецназовец, имеющий право ношения крапового берета, выполнит задачу в любом случае. Краповый берет накладывает на себя определенные обязанности. Прав нет никаких, а вот обязанностей очень много. Это как поведение в быту, как поведение на службе. Нужно быть и лучшим в строю, и ввести себя в быту, потому что получить краповый берет крайне тяжело, потерять его очень легко. Были случаи? Да, были случаи, когда за, в том числе и поведение в быту, совет принимал решение решения крапового берета. Поэтому это не только знак символа мужества и доблести, но и отличительная особенность порядочного человека. Пора сменить кепку на заслуженный берет приходит, когда семеро бойцов, среди которых есть и наш земляк, приводят себя в порядок. На плацу учебного центра Мордовского УФСИНа не получают символ высшего профессионального мастерства спецназовца из рук героев России. Тоже краповиков. Вручение беретов закончилось. На столе осталось семь теперь уже ненужных головных уборов. Это означает, что братство краповиков России пополнилось семью новыми членами, а в Мордовии краповиков теперь 15. Павел Степаненко, Владимир Ильин. Программа в центре внимания из Зубово-Полянского района. Это не все, о чем мы хотели рассказать, но все, что успели. В центре внимания на следующей неделе будут новые темы. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова